Спасибо, я пешком поставил. 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 Постоянно на службе. Я пешком поставил. Я пешком поставил. До чего мы здесь собираемся? Спасибо, я пешком поставил. Я пешком поставил. Пешком поставил. Дай бог нам пройти этот экзамен. Спасибо, я пешком поставил. На двери. Смотрите. До 3 ноября. Я пешком поставил. Я думаю, что к этому времени все-таки вернуться. Они там, потому что погода благоприятствует. Они там, потому что погода благоприятствует, и еще работа там не завершена по возведению плотины. Спасибо. Значит, события прошедшей недели. Батюшка, многие знают, наверное, кто-то еще и не знает о том, что было совершено крещение. Я не знаю. Батюшка отцом Ракимом и отец Иоанн там присутствовал в Воронеже брата нашего Сергия. Так что, благодарите Бога за совершенное это действие, за это таинство. Погружением? Нет, обливанием, конечно. Обливанием. Так что, слава Богу. Благодарите Богу, что это совершилось. Он наш член общины, был и до крещения, и тем более сейчас. Поэтому, помните о нем всегда. Какие муки он терпит ежедневно, ежечасно, ежеминутно, а вместе с ним и мама. Чтобы Господь избавил, прежде всего, маму от такого ропота, уныния и отчаяния, в котором она теперь пребывает очень часто, несмотря на свою занятость и по семейным делам, по уходу за сыном. Но все равно она никак не может избавиться от этого отчаяния, чтобы не пребывать в этом состоянии. Сами знаете, от кого это отчаяние. В нем можно дойти далеко. О мировых событиях. Ну, известно, что мы все глубже и глубже ввязываемся в конфликт в Сирии. Точные-то точные удары, а уже, кроме военно-космических сил, еще привлекаются и военно-морские силы. Ну, для того, чтобы вести боевые действия, военные действия на территории Сирии против государства ИГИЛ. Конечно, это государство, в кавычках, государство, да, исламское, оно террористическое, направленное на разрушение. Но Господь попускает, поэтому благодарить надо Бога за все и просить, чтобы Господь дал разум и чтобы наши правители принимали мудрые законы. Так что не забывайте об этом постоянно. О болящих наших расскажите, кто у нас нуждается в помощи. Ну, сегодня Толя Соклакова звонила, что она больна. Ну, и так все те же, кого перечисляли. Кто Сирии? Соклакова, вот, да. Я хотела вот что вам сказать. Звонил, звонил из Америки Николаю Кошнарчук, это вот бактист, который. И помните, мы молились все за семью Козловых, у которых отняли детей. Да. Вот, ну, он позвонил, Игнатий Тихонович, и отдала телефон, что-то, видимо, дозвониться не мог. Ну, вот, объяснила обстановку какая там, что и вам сказать, о чем молиться, еще продолжать. Вот, у них 24 августа состоялся этот суд. Суд был с 9 часов утра до полседьмого вечера. Верующие съехались там, вот кто верующий, откуда приехали. Ни одного человека не пустили на этот суд, никого. Вот. Ну, и такое решение суд, значит, выдал, что по желанию детей не высылать родителей, чтобы оставить их еще на два года. Так. Так. Но видеться с детьми не разрешают, нельзя отняли детей. Только можно позвонить, и то там неизвестно как еще. Только позвонить. Вот, поэтому, такое вот, и так слушаешь, это ведь и в наших школах сейчас ведь тоже, посмотрите, Возле нас огромный-огромный вот этот повесили. Дети, если вас обижают, вот, позвоните по такому телефону. Понимаете? Поэтому у нас это близко, с нами уже, вот, стоит рядышком. Ну, переживает он за Игнати Тихоновича, что он в интернете сидит. Вот, вроде бы, как настроен, что он. Вот, ну, звонила еще Нина из Осинников. Звонила она, сама-то ведь больная такая, помните, приезжала к нам, очень хотела еще приехать. Но сейчас этот священник с ней живет, в ее квартире. Она полностью ухаживает за ним. Он, конечно, очень больной. Ну, ему там что-то прописывают, она все это пытается делать, и, в общем-то, да, да. Ходит с трубочкой, но он еще даже на улицу сам потихонечку, но выходит сама на улицу. Вот. Ну, и просила тоже молиться. А я вам забыла момент такой, он просил еще, чтобы молились за мать Людмилу, вот, у отнятых детей. Она говорит, крепкая вере, и все, за нее молиться надо. Вот, а отец Александр у них, ну, он, вроде говорит, шапки такой неустойчивые, но тоже просили вот за них молиться за родителей именно, чтобы Господь силу им дал, перенести это. Вот, ну, и за Нину, и за синяков молитесь тоже, она больной человек тоже, и вот такой крест ухаживает до конца за этим священником. Вот. Ну, все, вроде бы. Так, еще у кого есть? Ну, Нина, она молится. У них все так же продолжается. Ну, Нина, которая наша сестра, Нина Александровна? Да. Жолнирова. Ну, надо молиться, чтобы Господь как-то разрешил эту ситуацию, потому что сейчас-то уже и дождь, и снег, и холод, и все. Я с ней разговаривал в воскресенье, она говорит, ну, все так же, ну, я, конечно, час там не буду стоять, но приду все равно, помолюсь, и уже пойду дальше к себе. Ну, вроде все с сочувствием, она сказала, все уже теперь не сочувствуют, ну, заходи, заходи, вроде сами-то приглашают, а священник нет? Ой, спасибо, мы поговорили. Так что, ну, продолжайте молиться, и крепче молитесь, чтобы Господь как-то разрешил эту ситуацию. А если выложите интернет это, что не пускают православную в храму, нельзя ведь, Андреич? Что? Помочь ей. Ну, интернет выложить вот такой. А вот, вот, сейчас вы говорите, это будет завтра, что в интернете. Ну, как же так, православная приходит в храм, а ее священник не пускает, где-то все. И не может управиться даже митрополит. А вы говорите, ну, не может или как, но пока не сдвинулось с места. Еще? У кого есть сообщения, вопросы, пожелания, просьбы? Ивангелия не надо пройти. Ты слышишь? Их мало. Да. Здравствуйте, сестры, я прошу вас обо мне сегодня помолиться как за путешествующих. Только сегодня. Спасибо, Христос. Ангелы-хранители. Спасибо. И за Виктора исчелает. Да. Ну, Иоанна от столицы. Иоанна остается до понедельника, а Виктор поедет. Еще путешествующие дмухи. Она в прошлое воскресенье говорила, что они едут. Костя вчера был здесь, он говорит, что в Тагиле. Что они едут к родителям там за картошкой и, в общем, путешествующие тоже дмухи. Так, еще? Да, брат. Так, я обращаюсь к братьям, которые помоложе, да, и пустил помоложе. Нужно переколоть дрова. Насколько он поколол. Брат, извини, я реплику небольшую. Батюшка звонил когда, покрестили Сергия, и он мне позвонил, сказал, что совершилось, слава Богу. И спрашивает, как там дрова-то? Я говорю, ну еще колем, батюшка. Да что же вы, говорит, там на вашего брата, сколько там чурок-то? Ну что же, вы не можете до сих пор. Он устыдил нас, вот всех братья. Устыдил нас, что мы до сих пор еще не раскололи. Он приедет и еще останутся, когда дрова не раскололены. Будет стыдно перед батюшкой. Давайте уж не будем больше огорчать. Соберемся. Там 4 колуна. Покажу, где лежат колуны. Потому что я когда пришел, я поискал колуны. Потом еще просьба помолиться о наших онлайн занятиях по скайпу. Вот прошлый раз мы проводили, было на 7 человек, 3 и 4 брата. И вот хочется похвалиться Господом, что человек новокрещённый уже работает в интернете. Уже новые люди появляются на этих занятиях. Вот. Лена Киняйкина пригласила человека. Он пятидесятник или... Да. В протестантскую церковь ходит и все. Вот. Он проявил интерес. И вот мы с ним в контакте уже подружились. Занимается. Ну и вроде как ему нравятся наши занятия. Вот. Выходил значит по скайпу с нами Михаил Кальмаев и Александр Андрусенко, с которым я ездил на Благовестие. Марьясов. 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 Андрусенко. А я сказал Андрусенко, простите, не знаю почему-то. Оба Александра... Да. Александр Марьясов. Удивительно, что мы опомнились, обычно мы час-полтора занимаемся, а здесь мы больше трех часов занимались и еще и не хотели расходиться. Александр Марьясов, он очень такой, оказывается, хороший собеседник. Вот Раиса Николаевна была. Вот я бы, говорит, его слушала бы и слушал он как Игнатий Тихонович. Он рассказывал о своей миссионерской работе, о том, как не может устроиться на работу из-за бороды, из-за пояска. О том, как благовествует людям, как у него душа радуется от того, что Господь его избрал на это поприще о благовестии другим людям. Он при каждом удобном случае рассказывает людям о Христе. Вот. В прошлое воскресенье мы опять выходили на площадь Спартака. Вот. Две сестры и я раздали четыре коробки Евангелия. Вот. Сегодня тоже собираемся. Правда, Евангелия мало. И мало по той простой причине, что Ольга Ворова тоже просьба и братьям и сестрам ей нужна помощь. Ее из офиса выселяют. Она нашла другой офис. И у нее очень много вещей, которые нужно упаковать и перевезти. Вещи не тяжелые, просто нужно их... Офис у нее вот здесь на Льва Толстого. Вот тоже, кто захочет помочь ей, она очень много тоже помогает и в работе с видеоканалом, и с форумом. Вот. И просила, значит, помощь. Тоже, кто, у кого сердце расположено, тоже можете подойти ко мне, я скажу, как с ней связаться и как помочь. И чем помочь. Ну вот, вроде все, значит, дрова, благовестия, Ольга, просьба помолиться. И вот наши занятия. Кто в интернете сидит, просто рассылайте приглашение, что проводят такие занятия. Есть группа ВКонтакте. ВСК Пупков Сергей один. По средам и в пятницам, в пятнадцать в Москве. Просто разошлите по своим друзьям на рассылку и все. Сейчас онлайн, как бы, вот это вот, раньше какие-то помехи было. А сейчас ни за что платить не надо. Все в скайпе, на всем человек, все друг друга видим. Все друг другу скажем. Все так хорошо, не нужно никуда приезжать. И Господь, если забрал университет, то появилась новая возможность собираться все вместе и общаться. Игорь Михайлович уже как-то привыкался в этой системе в скайпе? Постоянно. Он, Игорь Михайлович, в скайпе постоянно один на один и постоянно ролики эти записывали. На наших занятиях он не был ни разу. По той простой причине, что у него как бы другое поприще. А вот очень многие, кстати, благодаря его благовестию в интернете уже, и вот этот новый человек Алексей, он тоже до этого общался с Игорь Михайловичем. Сейчас с нами занимается. Проходим, да, мы книгу деяний сейчас начали. Тоже очень интересное занятие. Спасибо, Христос. Ну вот радостно, когда приходят новые люди, и скорбно и печально, когда уходят люди. Вчера встретился мне вот здесь на углу Пушкина и Ленина Володя Сиротина, помните? Угу. 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 который. Я принял за него, за Песчикова. Но потом-то я сразу, когда приблизился, понял, что это Владимир. Он, я спрашиваю, в храм-то ходите? Он говорит, да, конечно. Ну, где? ИПЦ, да? ИПЦ это что, истинно православная церковь? Он говорит, что батюшка вроде был, я так не понял. Он сказал, что был в Греции, видимо, там, в ИПЦ он там тоже общался с ними, и ему не понравилось. Вот так вот было. Ну, больше мы с ним так не распеварили. Я спешил уже на службу. Так что, ну, вот. И радостно было встретиться, и в то же время печально. Что? Где эта церковь-то? Да бог его знает. Я не знаю, может быть, кто-то знает, где эта ИПЦ. Что, хотите посетить? Ну, вообще-то, может быть. Ну, правильно, да. Разрешается. Только не одной? Да. С братьями? Пойдем. С тобой. Так, еще по нашему внешнему облику. Давно не говорили про юбки. Сегодня с десяток сестер, ну, не 10 сантиметров, знаете. Меня опять пришли, да? Последите на собой, особенно сзади. Юбка. Спереди она может еще и... Так, вот так, перекошена. Ну, лишнее говорить, да? Просто напоминаю. Спасибо, Виктор. Еще у кого есть какие желания высказать слово? То все уже иссякли. Да. Кто у нас на телефон? С Лечниковой, Нине, было. У кого есть ее телефон? Или она уехала? Белга, это же очень варико. Хотя бы позвоните ей, хотя бы как-то с ней. А у Александра Николаевны нету. Вообще есть. У них же есть, у Александра Николаевны. Все, узнают. Это хорошо, что мы беспокоимся друг о друге, о тех, кто уехал по той или иной причине. Какого-то поговорить. Ну, а давайте останемся на занятия и поговорим. Сейчас песнопение, трапеза, а потом еще трапеза, духовное занятие. И последняя проповедь. Братья и сестры, защищайте храм нереностно. В субботу мало нас. У нас городской телефон мы отключили. Поэтому не звоните. Там 6-7-8-8-45. Отключили, да? Зачем он нужен? Я уже давно отключила. Вот, чтобы это не было, два раза и вот все прячутся. То есть, только мобильный. Мы вообще перейдем. Сотовый нужно на следующий раз записать. Некоторые изменили, некоторые не знают. Ну, что с этим расходимся? Ну, еще парень? Спасибо. Достойный есть. Достойный есть всякого истину. Блажите Тебя, Богородицу. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников. От внутренних распри, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей, не познавших Тебя. Обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Да, ну вот один из наших бывших братьев тоже так и говорит, и написал целый трактат, который мне потом его брат давал читать. Который говорит, а зачем вот это? Он приводит слова из Священного Писания, вроде как, да, вера, ну не узнаю, вера, да, вера и все будет. Ну опять же, какой верой? Верой Богу. А закон-то он от Бога. И Бог говорит, что если ты не будешь исполнять закон, я тебя убью. Ты говоришь, я верю. И тут же говоришь, я верю, что ты меня не убьешь. Абсурд получается. То есть, я верю Богу. Бог говорит, я тебя по закону должен тебя убить. Ну, если ты в это веришь, ты должен тогда хвататься за этот закон и исполнять. Тогда ты неверующий будешь. Закон является лакмусовой бумагой того, что ты именно веруешь. Какая твоя вера, да? Поскольку ты отвергаешь эту лакмусовую бумажку, ты не знаешь, веришь ты или нет. Верующий ты или нет. Потому что ты просто по названию, просто ты себя объявляешь, декларируешь, что ты верующий. Перед людьми, вот как фарисей. Даже не перед людьми, а перед собой, перед самим собой, перед своим сознанием. Ты говоришь, я верующий. А зачем мне вот это все, это нужно? Вот когда ты говоришь, что это вот не нужно, вот тогда лакмусовой бумажкой проявляешь, что ты уже неверующий. А когда ты верующий, когда ты начинаешь признавать себя верующим, и ты исполняешь то, что предписано, тогда ты настоящий верующий. Закон обнажает грех. Хорошо, тогда вот есть категория людей, говорит, я все исполняю. Зачем мне верить в какого-то Иисуса, который за меня умер, и я и так все исполняю. Я законом жив буду. Как тогда с такими поступать? Я не убиваю никого, да? Да, вот как вот. Учителя говорят, идите, обрезывайтесь. Дело в том, что кроме того, что человек так декларирует, нужно еще разобраться. Когда часто так слышу, я большей частью от женщины, а потом ей прямой вопрос. Ну, а твое чрево было утробой? Твое чрево утроба твоя была гробом? И все, и кончилась праведность сразу же. Ну вот, поэтому нужно вначале разобраться. А в чем твоя праведность состоит? Я, говорит, никого не убил. Ну, еще рассуждать будем. Время вообще закончилось уже. Я чувствую уже. Настало потянуло, да? Ой, бери выше. На колодец. Братья, дорогие и сестры, я призываю вас, вот, все-таки, при всей своей занятости, ну, прочитайте, вот, перед тем, как идти на занятия, прочитайте Священное Писание и толкование. От бытия до откровения, прочитайте. И где-то, когда занятия идти. Да, потом еще раз, каждый раз брать. Потом заснешь, что нам занятия... Зачем ты утрируешь? Зачем ты утрируешь? Потому что так бывает, что вот от ведущего вы ждете, вот, как будто я должен постоянно говорить в течение часа. Вы должны говорить, я только должен давать вам право говорить. Подняли, подняли руку, дал вам слово. Поднял вторую руку, дал слово. Есть ли какие-то там перипетии между вами, я остановил эти перипетии. Вот в чем моя, так сказать, роль должна садиться. А не к тому, что я должен говорить и говорить, и говорить. Очень хорошо. Понимаете? Когда спать? Все в остальном. Так что, дорогие мои, братья и сестры, ну, вот, сегодня мы закончили 13-м стихом. Дальше вот у нас осталось еще достаточно много, 3-й главы еще, всего 29 стихов, еще 16 стихов. Ну, прочитайте стихов 10 хотя бы. Нет, сейчас с Галатом мы читаем. Галатом 3-я глава. С 14-го стиха? С 14-го стиха. Ну, и с 1-го стиха прочитайте, потому что освежить нужно все в памяти. И вот это, ну, какие-то, сделайте себе короткие пометки, вопросы какие-то появятся. Вот эти вопросы задавайте. Вот это тут прочитайте будет хорошо. Только Иваню вот это прочитайте. Да, достаточно. Хорошо? Хорошо. Принято? Принято. Я вот на работе, да, вот, как резюме сказать, там с одной женщиной разговариваю. Я говорю, знаешь что, если у тебя нет веры, то ты попадаешь под действие закона. Автоматически. Человек попадает под действие закона. Любого. И все. Поэтому говорю, ну, давай тогда по закону рассмотрим твою жизнь. Да по закону ты не то, что до захода солнца, даже до восхода не должна была дожить. По идее. Чего же там еще целый день ты будешь небо коптить тут. Своими там грехами и прочее. Ласково. Вот чем дело. А что ласково? А по-другому не доходит. Как ты без любви-то, а? Кто? Так это и есть любовь. Я-то я... Это любовь? Да нет. Подожди, подожди. Ты не езди слова. Подожди, подожди. Ты не понял. Ты не понял. Как не понял. Самое главное, ты не понял, что я с ней сижу, вот как с тобой, и ты убиваешь ее, и говоришь, я тебя убью, но они... Они тоже за дверью сидят. Я-то говорю, тебя закон убивает, а не я. Я-то никто. С женой не найдет. Да. Закон убивает сразу же. Вот и все. Хоть Конституция, хоть человек. А там всего лишь 613 миксов исполнения закона. Ну, исполняйте. Да, всего лишь. Хотя бы одну заплату исполни, возлюби. Миссионер Олег Стеняев. Ну, как бы я вот к этому добавляю. Он много путешествовал. И однажды с раввином встретился. Ну, иудаизм. Иудаизм это... Это не ветхий закон. Не тот. Это плюс еще 12 талмудов, плюс еще там... Мы же это в семинаре по теологии сейчас проходили. То есть это западь на западь, много чего. А вот он и задает ему вопрос. Ну, говорит, поели, выпили водочки. Он любитель вообще. Олег Стеняев этого, к сожалению. И задает вопрос. Ну, вот если вы не исполняете все эти заповеди закона, написано, душа тогда будет истреблена. Как вы поступаете? Он, говорит, задумался. А у нас, молча-молча, у нас есть какой-то день, мы заколаем петуха, его кровью окропляем. Представляете? Какое это... Это, мягко говоря, неразумие, безумие. Так они не имеют... Когда кровь Христова пролита, а они петушок. То есть, какое даже и смешно, да? Для них Христа-то насмешка. Издеватель. То есть, он, я, говорит, понимаю, что да, я не все выполнил. Ну, так тогда душа истреблена будет написано, он же в Писании Второзаконии. Подождите, да они не имеют права предназначить таковой жертву. Так это иудаизнь. Это иудаизнь. Это уже не тот ветхий закон. Это вымысл человечества. Там же даже связано еще с Хаббалом, они же себя так закабарили, с оккультными знаниями. Такая знания. Ну, а как еврейка звонила, сказала, вы, говорит, православные, вы, что делаете? Вы каждый раз при Евхаристии вы пьете тело и кровь. Вы кто такие? Верующие, верующие. Помните фильм-то? Какой ты не верующий, братик Арамазов, не верующий, заплакал. Брат Николай. Давай, давай, давай. В имя Отца и Сына и Святого Духа благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты нас собрал в этом месте, за то, что у нас существует этот дом, за то расположение взаимное, что мы своей любовью, Господи, дополняем друг друга и обращаемся к Тебе, Господи. Да пребудет Твоя любовь с нами, чтобы нам не отступить от Тебя, но и идти по Твоим следам, по следам святых апостолов и мучеников Церкви Православной. Господи, Владыка, даруй нам силы в проповеди благой вести, которую Ты нам принес, Господи, чтобы нам своим трудом прославить имя Твое Святое, чтобы всех людей, которых мы встречаем, мы обратили к Тебе, хотя бы рассказали им без стеснения. Господи, дай нам смелости, дай нам страха Божия не согрешать пред Тобою, соблюсти заповеди Твои, и исполнить их, Господи, в полной мере. Помогай нам, Владыка Святый, и этот день пусть будет днем славы Твоей. Прости нас, Владыка, если чем мы согрешили пред Тобою. Тебе славу высылаем, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спасибо, Христос, за пожелания. Спасибо, Николай. Николай, Валентина, Вячеслава. Желающие плоти нам благовестия желание есть, залезть и сесть.